Евангелие от Иоанна, 7 глава. «Сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья Его не веровали в Него». На это Иисус сказал им, «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о Нем, что дела Его злы». «Вы пойдите на праздник сей, а Я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказал им, «Остался в Галилее». Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник неявно, а как бы тайно. Иудеи же искали Его на празднике и говорили, «Где Он?». И много толков было о Нем в народе. Одни говорили, что Он добр, а другие говорили, «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о Нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, «Как Он знает Писание, не учившись?». Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня». «Кто хочет творить воли Его, тот узнает о себе мучение, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить Меня?» Народ сказал в ответ, «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал Я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезаете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, На меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я? Я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей, схватить его. Иисус же сказал им, «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти». Пресемь иудеи говорили между собою, «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его?» Не хочет он идти в елинское рассеяние и учить елинов. Что значит сие слова, которые он сказал, «Будете искать меня, и не найдете?» И «Где буду я, туда вы не можете прийти». В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой!» Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сие слова, говорили, «Он точно пророк!» Другие говорили, «Это Христос!» А иные говорили, «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сие сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек!» Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прорстились? Увернули в него кто из начальников или из фарисеев?» «Но этот народ невежда в законе, проклят он!» Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли?» «Посмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк!» И разошлись все по домам. Глава 8. Иоанн Иисус же пошел на гору Илеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями, что ты скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый, брось на нее камень!» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи!» Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру! Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ, «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему, «Где твой Отец?» Иисус отвечал, «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Сие слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус, «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, «Неужели Он убьет сам себя?» Что говорит, «Куда я иду, вы не можете прийти». Он сказал им, «Вы от нижних, Я от вышних. Вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему, «Кто же ты?» Иисус сказал им, «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру». Не поняли, что Он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семья Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истина, истина, говорю вам, «Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семья Авраамова, однако ищите убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца Моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали Ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину, которую услышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали Ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога ишел и пришел, ибо Я не сам от себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит Он ложь, говорит свое, ибо Он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обречит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает Слова Божие. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали Ему, «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал, «Во Мне беса нет, но Я чту отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впрочем, Я не ищу Моей славы, есть ищущие и судящие». «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали Ему, «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал, «Если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день Мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали Ему иудеи, «Тебе нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама». Иисус сказал им, «Истина, истина, говорю вам, прежде нежели был Авраам, Я есмь». Тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Евангелие от Иоанна, 9 глава. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители Его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни Он, ни родители Его, но это для того, чтобы на Нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди умойся в купальне села, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыны?» Иные говорили, «Это он, а иные похож на него». А он же говорил, «Это я». Тогда спрашивали у него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, взял брение, помазал глаза мои и сказал мне, «Пойди на купальню селаам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, «Где он?» Он отвечал, «Не знаю». Повелись его бывшего слепса к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз его очи. Спросили его также и фарисеи, «Как он прозрел?» Он сказал им, «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому, «Что ты скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал, «Это пророк?» Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Доколе не призвали родителей сего прозревшего. И спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ, «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а как теперь видеть не знаем, или кто отверз ему очи мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, «Потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги». Посему-то родители его и сказали, «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник!» Он сказал им в ответ, «Грешник ли он, не знаю! Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу!» Снова спросили его, «Что сделал он с тобой? Как отверз твои очи?» Отвечал им, «Я уже сказал вам, и вы не слушали!» «Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделать си его учениками?» Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики!» «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог!» «Всего же не знаем, откуда он!» Человек прозревший сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи!» «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает!» «Но кто чтит Бога и творит воли Его, того слушает!» «От века не слыхано, чтобы кто отверз очи, если порожденному!» «Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего!» Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон! Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою!» Он же сказал, «Веруй в Господи!» и поклонился ему. И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы!» Услышав это, некоторые из парисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха! Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас!» Иоанн 10 глава «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овщи, но перелазит Индия, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его, за чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть им пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть им пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего. От этих слов опять произошла между иудеями расприя. Многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует, что слушаете его? Другие говорили, это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым? Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо!» Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. У овца Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камень, и что упобить его. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которое из них хотите побить Меня камнями?» Иудеи сказали Ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будущий человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, Я сказал, вы Боги?» «Если он назвал Богами тех, которым было Слово Божие и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне, а если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем». Тогда опять искали схватить Его, но Он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно, и многие там уверовали в Него. Евангелие от Иоанна, 11 глава. «Был болен некто Лазарь из Вифания из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Марияша, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать Ему, «Господи, вот кого Ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали Ему, «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал, «Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня во гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати. И многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день». Иисус сказал ей, «Я есть им воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему, «Так, господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус и увидев его, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали, «Не мог ли сей, отверши очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера и камень лежал на ней. Иисус говорит, «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, и по четыре дня, как он во гробе». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». «Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, что уповерили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел, умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в Него. И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб?» Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и стоя в храме говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли он на праздник? Первосвященники же, фарисеи, дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Иоанн 12 глава. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардово чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса, и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мир за триста динариев и не раздать нищим?» Сказал же он «Это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и воскресали «Ассанна, благословен грядущий во имя Господня, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано «Не бойся, черсионово, все царь твое грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп всказывает о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». «Истина, истина, говорю вам, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода, любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире семь сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой». Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? «Отче, избавь меня от часа сего». Но на час сей я и пришел. «Отче, прослав имя твое». Тогда пришел с неба глаз «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил «Это гром», а другие говорили «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал «Не для меня был глаз сей, но для народа». «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто это Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня. Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, «Народ сие ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисея в ней исповедовали, чтобы ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Исус же возгласил и сказал, «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня, и видящий меня видит пославшего меня. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. и если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир, отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе, слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день, ибо я говорил не от себя, но пославший меня отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить, я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная, и так, что я говорю, говорю, как сказал мне отец.